Она одна за всех говорит Ямалу привет. Российская актриса театра кино и телевидения Анна Ардова провела в Новом Рингое творческий вечер. Развеяв стереотипы своего телевизионного образа, на сцене госдобытчика она поет старинные романсы, рассказывает об истории своей театральной семьи и общается со зрителями на равных. Наша съемочная группа также провела вечер с актрисой, которая никого не оставляет равнодушным. Анна Долгушина с подробностями. «Смешить не буду, буду петь» – такими словами начинает свой творческий вечер актриса Анна Ардова. К зрителям она выходит не одна, а вместе с ней Анна Петухова – концертмейстер. Хотя за этим предназначением явно скрывается что-то большее. Обе Анны – не просто давние коллеги в театре Маяковского, подруги, тезки, но кажется, уже одно творческое целое. Всегда после спектакля, как вы знаете, часто приходят гости, которые приходят на спектакль, потом заходят в гримарку, начинается какая-нибудь гуляночка. И я все время за кулисами, за столом пела песни. Анюта слушала меня, слушала и сказала, а почему бы тебе не попеть на сцене? Я говорю, а ты что, с ума сошла? Я же не певица. Он говорит, но никто тебя не заставляет выпивать всю ноту и быть вокалисткой. Пой актерские песни. Это же актерская песня, актерское пение. В общем, благодаря Анечке Петуховой я стою здесь и полагаю. Зрители ожидали услышать искрометный юмор, увидеть различные перевоплощения, но сегодня она совсем иная. Исполняет роман Савертинского, Утесова. Как оказалось, такой образ ей ближе всего, ведь он родом из детства. Мне посчастливилось родиться в уникальной семье. Мой дед Виктор Фимчардов, писатель-моморист, был дружен со многими прекрасными людьми Серебряного века. Нас первый раз в мастернах прочитал доктор Жвага. Ну, Ильфа Петров, там уже Летчин, Мандельштам. Я доченька, ну то есть огромное количество потрясающих людей. О них она уже слушала только рассказы, но и самой со знакомствами везло, а потом и помогала переоплощаться в сериале «Одна за всех». Ближе всего Анне Маска бабушки Серафимы Аркадьевны. Сложился образ из трех человек – советских актеров Георгия Миляра и Андрея Гончарова. Главным прообразом стала баба Катя, у которой Анна Ардова вместе со студенческими друзьями останавливалась летом в Крыму. Я приезжаю, а как раз пошли какие-то вот эти жуткие сериалы в огромном количестве. Баба Катя умирала, сидела, смотрела эти сериалы, выходит ко мне и говорит, слушай, артистка, скажи мне, от чего это нет, вот там-то вот, трутся-то вот так-то близко-то, это что это не по-настоящему целуются? Я говорю, ну баба Катя, ну как вам сказать, ну конечно без языков всяких, но все-таки все равно приходится. Ну близко же камера стоит. Она говорит, ты же хочешь, не хочешь, захочешь. То есть такая-то совершенно непосредственная баба Катя. Непосредственностью обладает и сама актриса Анна Ардова. Легкость в общении – ее отличительная черта. Она не оставляет без внимания ни одну записку или вопрос, присланный из зала. Без всякого жеманства рассказывает о семье, муже, детях и поет. Кажется, именно этого ей не хватает в водовороте сериальных будней. Послушай, о как это было давно. Есть ощущение, что жизнь популярной российской артистки – две далекие друг от друга планеты. Культура массовая и культура высокая. Но зрителю она нравится в любом своем амплуа. Анна Ардова – это очень великолепная артистка. Безумно ее люблю. Творчество, с удовольствием смотрю все ее фильмы, все ее участие и получаю очень большое удовольствие. И на сегодняшний концерт, когда пришел, она открылась совсем другой гранью. Получила огромное удовольствие, потому что, когда мы смотрим все это по телевизору, это одна роль, один образ, а здесь, в общем-то, целый спектр и из жизни, и из семьи, удовольствие огромнейшее. Одного вечера в Новом Уренгое Анне Ардовой оказалось явно мало. Ведь здесь она нашла целую шкатулку с драгоценными поклонниками, к которым пообещала вернуться. Анна Долгушина, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Анна Долгушина, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс»